Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии прямого эфира Антон Ходиновский и сурдопереводчик мой коллега Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главных темах. Скоро последний звонок. Казахстанские школьники попрощаются со школой онлайн. Финансы спели романцы. Нарушений почти на 35 миллиардов тенге выявили аудиторы Алматинской области. Джейранов стало больше. В государственном национальном природном парке Алтын-Емель идет учет молодняка. Коронавирус продолжает свое наступление. За минувшие сутки только в Алматинской области статистика выросла еще на 19 человек. 12 из которых в Талдыкургане. Об этом сообщил на брифинге для представителей СМИ заместитель начальника департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Асхат Черапиев. Режим ЧП в стране снят, однако ряд регионов республики по-прежнему соблюдают карантинные меры. Не исключение и областной центр, где продолжается регистрация новых очагов заболевания. Следует отметить, что часть случаев COVID-19 протекает бессимптомно и выявляется по методу профскрининга. В Алматинской области проведено уже более 33,5 тысяч ПЦР-анализов. Ужесточение карантинных мер пока не предвидится, но медики рекомендуют гражданам соблюдать ранее рекомендованные меры безопасности и обязательно использовать средства индивидуальной защиты в людных местах. По городу Талдыкурган в 15 очагах объявлены карантины. Это подъезды, где зарегистрированы больные были, и дома. Режим ЧП в республике снят, но на территории Алматинской области режим карантин продолжается. Поэтому сейчас во всех районах созданы мобильные группы, которые будут мониторить нахождение людей без масок, без соблюдения социальной дистанции и объектов, которые будут нарушать санитарно-дезинфекционный режим. Поэтому мы просим и призываем всех людей использовать маски, как одноразовые, так и многоразовые. Казахстанские школьники попрощаются со школой в онлайн-формате. Традиционного последнего звонка не будет, заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Как всем известно, связано это с пандемией COVID-19. Однако для учащихся 11 классов все же пройдут вручения аттестатов в стенах родной школы. Провести мероприятие планируется 3-4 июня. Обязательным станет ношение медицинских масок на выпускном. Кроме того, количество человек будет ограничено. С одним школьником могут прийти не более двух человек. Каждый класс будет проводить мероприятия по вручению отдельно, чтобы не было большого скопления людей, отметили в министерстве. На территории школ предусмотрят специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. Вручение пройдет на улице на открытом воздухе. Мы планируем 25 мая провести последний звонок в онлайн формате. Будет мое поздравление на телевидении. Мы сейчас готовим текст. После этого мы планируем, что в каждой школе, в каждом классе в формате классного часа учителя организуют соответствующие мероприятия. Надо подвести итоги года, похвалить детей, которые на самом деле работали за достижения. Мы консультировались с Минздравом, понимание имеется. Это важное мероприятие для каждого выпускника школы. Понятно, что там будет ряд ограничений, очень жестокие санитарные требования. Для нас приоритетом является безопасность наших детей-педагогов. С окончанием режима ЧП активизировался малый и средний бизнес. Для его дальнейшего развития по инициативе президента Касымжи Марта Такаева фонд «Дому» реализует государственные программы субсидирования отечественного предпринимательства. Какие и насколько эффективны, узнавал наш собственный корреспондент. Наша компания приняла решение расширяться и хотели бы узнать подробнее по дорожной карте 2025. Вот уже 20 лет фонд «Дому» активно реализует как государственные, так и собственные программы поддержки малого и среднего бизнеса. В их числе одна из популярных дорожная карта бизнеса 2025 – экономика простых вещей, нурлежер и поддержка энергосервисных инициатив. Фонд – оператор программы продуктивной занятости «Янбек». Привлекательность программ строится на трёх китах – льготные условия, низкая ставка вознаграждения и длительность сроков возврата займа. А это уже максимальная поддержка бизнеса. Помимо этих программ, также фондом «Дому» реализуются собственные программы фонда. Это программы обусловленного размещения средств, такие программы, как программы развития продуктивной занятости «Янбек», а также программы в сфере обрабатывающей промышленности из национального фонда, а также региональные программы. Всего по данным программам с начала года поддержано более 600 проектов. С нынешнего года для малого и среднего бизнеса упрощено кредитование по госпрограммам «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Экономика простых вещей» с снятием ряда ограничений. Также в период ЧП фондам поддержаны как новые, так и действующие проекты. По случаю окончания режима чрезвычайного положения были внесены изменения. Также увеличена максимальная сумма кредита для начинающих предпринимателей. Это до 360 миллионов тенге, где гарантия фонда «Дому» может составлять до 85% от суммы кредита. Привлекательные условия льготного кредитования подтолкнули меня оформить заем на расширение производства, признается новый клиент фонда Игорь Варыгин. Со слов бизнесмена, это его первое обращение в фонд «Дому» и, к счастью, успешное. Кредит взят по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» с минимальной ставкой в 6%. В далеко идущих планах Игоря – расширение площади и набор персонала. Удачное вложение поможет компании увеличить обороты и расширить клиентскую базу. Несмотря на такое тяжелое время для всего Казахстана в период чрезвычайного положения и карантина, мы все-таки приняли решение о расширении нашего бизнеса и в связи с чем обратились в фонд «Дому». За очень короткий период нам удалось получить кредитование. Средства будут направлены на расширение производства, прежде всего сервисной зоны, что позволит дополнительно принять людей и, естественно, удовлетворить все потребности города. Механизмы государственной поддержки не только стимулируют отечественных бизнесменов, но и способствуют укреплению казахстанского товаропроизводителя. А это новые рабочие места. Гульмира Тимиргалиева, Габит Каптарахманов, телеканал ЖТСУ, Калдыкурган. Продолжаем выпуск. Бюджетные средства под контролем. В ходе аудиторских мероприятий в Алматинской области выявлен ряд нарушений. Об этом стало известно на брифинге с участием представителя областного департамента внутреннего государственного аудита. За первый квартал текущего года проведено 33 проверки. Выявленная сумма нарушений составила почти 35 миллиардов тенге. По словам спикера, суммарное количество нарушений за этот же период 2019 года значительно ниже при меньшем количестве ревизий. В основном это несоблюдение законодательства в части процедурного характера в сфере госзакупок и другое. К административной ответственности привлечено порядка 20 должностных лиц. К слову, из-за текущей ситуации с COVID-19 во втором квартале ожидается снижение количества запланированных проверок. В основном наши нарушения составляются в части строительства, где зачастую встречаются нарушения, такие как невыполненные объемы работ или выполненные работы не соответствуют данным проектно-сметной документации. Также встречаются нарушения, такие как по заработной плате. Потенциальные поставщики, которые по разным причинам являются победителями, потом отказываются от заключения договора автоматом через портал, она уже передается в реестр недобросовестных поставщиков. Информация о правоохранительных органах. С 18 мая на территории края ЖТСУ полицейские приступили к проведению оперативного мероприятия «Скотократ». Только за один день было зарегистрировано 7 фактов похищения скота, все они раскрыты в дежурные сутки. Кроме этого раскрыто 12 ранее совершенных преступлений, а владельцам возвращено 8 голов скота. За скотократство задержано 20 подозреваемых и разоблачено 3 преступные группировки. Особой наглостью отличились барынтачи в Каратальском районе, которые отстреливали коров из незарегистрированного ружья прямо на пастбище. Их задержали вблизи села Акжар. Четверо подозреваемых передвигались на двух автомобилях, в которых и были обнаружены улики их преступной деятельности. Доказаны еще 5 эпизодов краж крупного рогатого скота, совершенные задержанными 2018-2019 в мае 2020 года. Мясо подозреваемые, а как оказалось, продавали на рынках и своим знакомым. Деньги расходовали на личные нужды. Все участники преступной группы взяты под стражу. А автомашина, с помощью которой они перевозили туши скота, водворена на спецстоянку. Департамент полиции Алматинской области признал свою вину перед автолюбителями Талдыкургана. Штрафы, выставленные за нарушение правил дорожного движения, в некоторых участках города в течение апреля и по сегодняшний день аннулируются. Как выяснилось в ходе проверки, на нескольких перекрестках были выявлены неисправности в работе программного обеспечения комплекса «Автоураган». Дополнен, дабы справедливость восторжествовала, водителям пришлось создать группы в социальных сетях и делать видеообращение к ответственным органам. В ближайшее время стражи порядка вернут деньги за незаконно выписанные взыскания. В результате проверки обслуживающей компании ТО «Бастал» выявлены неисправности работы измерителей скорости движения и потери поверительных данных в вычислителях на технических средствах контроля, установленных в городе Талдыкургане на пересечении улиц Назарбаева-Алдебергенова, Жансугурова-Шевченко, Жансугурова-Жель-Тохсан, Аблайхана-Уалиханова, а также Шевченко-Гаухарана. Граждан, не согласных с предписаниями о нарушении скоростного режима на указанных участках, просим обратиться в управление административной полиции Департамента полиции Алма-Атинской области. Рекордное количество энергосберегающих ламп установят в Нур-Султане. Если в городе насчитывается 47 тысяч светоточек, то в этом году планируется поменять 10 тысяч из общего числа. В течение трех лет намерены завершить замену по всей столице, сообщают в местном Акимате. Новые лампы позволят сэкономить электроэнергию и светят они намного ярче, чем обычные. Экономичность составляет 35-40%. Также они создают улучшенную видимость на дорогах, особенно в ночное время, и делают дороги более безопасными как для водителей, так и пешеходов. 53-летний житель Шимкента выращивал наркосодержащие растения дома в цветочных горшках, как передает полиция КИЗ. Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города в ходе оперативных мероприятий выявили данный факт. При обыске во дворе дома обнаружены горшки, в которых выращивались наркосодержащие растения. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятые растения и растительная масса относятся к наркосодержащим средствам. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований и начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Казахстане на треть сократились доходы от пассажирских авиаперевозок, передает Ранкинг КИЗ. Так, за январь-апрель объемы доходов составили свыше 71 миллиарда тенгея. Это более чем на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сообщению министра национальной экономики Руслана Доленова, авиакомпаниям и аэропортам предоставлены дополнительные меры поддержки. Так, например, аэропортам предоставлено освобождение от земельного налога и платы за пользование землей. Техобслуживание и другие услуги в сфере авиации также будут освобождены от НДС до конца года. Джейран – визитная карта национального природного парка Алтын-Эмель. Более 20 лет назад этот природный памятник был создан именно с целью сохранения данного исчезающего вида животных, занесенных в Красную книгу. Наша съемочная группа побывала в национальном парке, являющемся средой их обидания в нашем регионе, и попыталась узнать, как сейчас обстоят дела с приростом этих млекопитающих. Отел джейранов происходит весной, в апреле-майе. По словам специалистов, нынешняя весна теплая, и первый случай появления новорожденного детеныша зафиксирован 20 апреля. Как утверждают сотрудники парка, состояние их популяции и появление приплода умеренные. В лучшие времена приплод достигал четырех. В последнее время взрослая самка приносит двух детенышей, молодые по одному. Воспроизводство у нас не вызывает беспокойства, потому что с каждым годом его численность стабильно растет. Минимум на 300-400, иногда до 500 голов. Джейран – это визитная карточка нашего национального парка. В основном он был создан для того, чтобы сохранить эту популяцию. Если пять лет назад численность этих краснокнижных животных в Алматинской области достигала 4 тысяч, то за эти годы их популяция выросла на тысячу голов. Произошло это, по словам руководства парка, благодаря слаженной работе 70 инспекторов, ежедневно патрулирующих и следящих за правопорядком на отведенных им участках. Если бы не велась охрана и не велась бы научная деятельность, не велась бы эколого-проссельская работа среди местного населения, его численность сильно бы сократилась. Благодаря тому, что здесь создан национальный парк, можно сказать, что популяция джейрана нашего национального парка, она самая крупная в Казахстане. Действительно, создание национального парка Алтынемель поспособствовало сохранению свыше 30 редких, исчезающих и особо ценных видов флоры и фауны. Ежегодно, чтобы лицезреть на них, этот уникальный парк посещают более 35 тысяч туристов из 40 стран мира. Национальный парк Алтынемель является единственным национальным парком в Казахстане, в котором входим в сообщество национальных парков всего мира, состав ЯПА. Это мы вошли в прошлом году в городе Шанхай. В 2016 году мы стали членами ЮНЕСКО по марш парков, в которой международная акция, мы практически постоянно занимаем первые места по итогам рейтинга. Следует отметить, что на территории парка площадью свыше 300 тысяч гектаров земли помимо разнообразия обитающих животных есть возможность посетить музей, в экспозициях которого можно ознакомиться с диорамами, рисунками чудесной природы парка и некоторыми представителями древних и современных обитателей этой местности. Айнур Мирханова, Абылай Кутыкбай, телеканал ЖИЦУ, Кербалакский район. Премьер-министр Испании Педро Санчес извинился перед согражданами за новый этап карантина и за ошибки, которые и привели к необходимости жестких решений власти страны. Вновь продлили действия чрезвычайных мер, но на этот раз на 15 дней, а не на 30, как планировалось режим, о котором идет речь, не определяет меры изоляции как таковые, но позволяет властям приостанавливать действия некоторых свобод, например, запрещать свободное передвижение. На этом фоне правительству становится все труднее заручиться поддержкой по вопросу продления изоляции. Испанцы в тех регионах, где уже разрешен выход на улицу, собираются на акции протеста с требованием отставки кабинета. Они обвиняют Санчеса в поддержке непродуманных и неэффективных мер и нарушения законности, и нарушений свобод граждан. Немецкий автогигант Volkswagen согласился заплатить 9 миллионов евро для прекращения дела в отношении главы правления концерта Герберта Диса и председателя наблюдательного совета Ханса Дитера Печа. Немецкая прокуратура предъявила Дису и Печу обвинение в манипулировании рынком в сентябре прошлого года. Там посчитали, что руководители Volkswagen дезинформировали акционеров о связанных с так называемым дизельным скандалом расходах, которые автоконцерну придется понести. Немецкий закон о торговле ценными бумагами обязывает компании, акции которых продаются на биржах, ставят в известность о событиях, могущих влиять на уровень котировок и о связанных с этим риском для инвесторов. На Индию и Бангладеш обрушился самый мощный в истории этих стран суперциклон Амбхан. Миллионы людей эвакуированы, тысячи построек разрушены. Штормовой ветер принес с собой воду из океана. Затоплены десятки населенных пунктов. Циклон Амбхан образовался в Бенгальском заливе. Скорость ветра достигла 51 метра в секунду, а высота приливной волны была до 5 метров. Циклон затронул индийский штаб Западная Бенгалия. По информации властей штата, там погибли не менее 10 человек. Разрушены дома, оборваны линии электропередач, нарушена связь. В соседнем Бангладеш по меньшей мере 4 человека погибли, сообщили власти страны. А теперь о спорте. Движение вверх. Юные баскетболисты Алматинской области приступили к тренировкам. В соответствии с нормами санитарной безопасности подготовка проводится на открытом воздухе. Для спортсмеров тренеры разработали специальные учебные методики, чтобы при тренировках юные атлеты могли соблюдать социальную дистанцию, но и при этом работать в команде. В случае, если в стране эпидемиологическая ситуация улучшится, то юниоры ЖТСУ примут участие в чемпионате Казахстана. До возникновения пандемии состязания планировали провести летом в городе Алматы. Юношеская сборная Алматинской области по баскетболу является одним из лидеров в стране. Напомним, прошлый год для команды из ЖТСУ сложился благоприятно. Юниоры региона стали чемпионом Казахстана и заняли высший пьедестал на международном турнире в Туркестане. Детская спортивная школа номер один, город Туркорган, числится 340 учащихся, у меня тренируется 10 учащихся. Во время карантина 50 дней мы проводили онлайн тренировку дома. Каждый игрок снимал онлайн тренировку, отправляли в чатки, это называется очень физическая подготовка во время карантина. Сейчас у нас мы тренируемся на улице, это спортивный комплекс «Уркенс» сзади стадиона, чтобы их физика не упала, надо поддерживать постоянно. У нас тренировки идут по полторы часа. Это была вся информация за сегодняшний день. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. И только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова